всем привет дорогие друзья я всех рад вас видеть у себя на канале и сегодняшний выпуск я посвящаю непосредственно информации о скандинавских татуировках о этническом орнаменте и этому способствовали многочисленные просьбы моих подписчиков которые просили рассказать о том что же такое скандинавский орнамент каким он бывает чем он отличается от кельтского орнамента от славянского орнамента и тому подобное и сейчас мы немножечко затронем небольшую так сказать историческую справочку а после этого я попытаюсь вам рассказать о небольших различиях если глубоко в историю владеть мы не будем то можно выявить следующее нам доподлинно неизвестно были ли у скандинавов татуировки потому что естественно исторические основной исторический источник по которому мы можем определить были ли они у них или нет это собственно непосредственно сами тела погребенных скандинавов викингов и т.д. и тому подобное но благодаря тому что у викингов основной из видов захоронений это было сжигание трупов то соответственно никаких основных находок у нас нету у нас есть непосредственно только описание арабского путешественника ибн фадлана который рассказывал о том что путешествуя по территории славянских племен либо скандинавских племен он рассказывал о том то что люди которые проживали на тех территориях покрывали себя изображениями зверей и растений с ног до головы вот это есть такая маленькая история теперь откуда же мы берем эти эти самые орнаменты в первую очередь мы можем их взять непосредственно из элементов быта из ювелирных изделий резьбы по дереву резьбы по камню резьбы по кости и тому подобное благо что артефактов которые были распространены территории скандинавии найдено было огромное количество а именно это дания швеция норвегия и исландия и так что на что же мы можем опираться в первую очередь конечно же это на резьбу по дереву и естественно ювелирные изделия потому что там собственно сама детализация была сохранена в наибольшем доступном наибольшей доступной возможности для нас давайте определим какие стили использовались древними скандинавами и так в период между 7 по 11 века древними скандинавами использовались следующие стили первый самый старый стиль это так называемый стиль вендель потом после него появлялись одновременно боре и следом за ним пошел можно назвать его так это мама елинг и собственно сам последний и в общенный стиль то стиль большого зверя который использовался уже непосредственно практически на всей территории повсеместно если образно говорить то стиль вендель и стиль боре это самые старые самые ранние стили и основное их отличие от тех же например стилей мамон и елинг это схематичное изображение людей и животных в основном в фаз то есть в основном лицом к вам собственно изображение этих животных были достаточно схематичные были не совсем похожи на нас настоящих людей настоящих животных но что-то в них угадывалось естественно декоративно это все дело оформлялось зернью всякими разными полосочками орнаментами треугольничками что наполняло рисунок достаточно примитивный после этого стали появляться такие стили как елинг и мама так вот эти стили они в первую очередь нам показывали увеличенных животных больше похожих на каких-то монстров драконов волков змей иногда изображали животных в основном иногда изображали людей в основном эти стиль этот стиль был во-первых сам зверь или сам человек изображался в профиль и он был более детализированным более могли увидеть им в нем морду мы более детально могли посмотреть на нем туловище и т.д. подобное но еще раз говорю она была достаточно утрированная но очень так сказать футуристичная наверное для того для того периода то есть фантастическая как бы не натуральное животное где в основном мы могли увидеть стиль мамин и стиль елинг в основном это были была резьба и в частности в настоящее время она более-менее сохранена на древних церквях которые располагаются на территории норвегии и дании и так чем же у нас отличаются эти два стиля друг от друга они очень похожи друг на друга как я уже сказал то есть мамин и елинг они очень похожи но различие заключается в том что наверное в мамине большее количество завитушек всяких разных витиеватостей и более наверное в большей степени какой-то растительный орнамент добавлен в отличие от елинга елинг у нас более прямолинеен и наверное самый главный вопрос который мучают людей которые ко мне обращаются и с просьбой нарисовать тот или иной орнамент для вас это чем же не отличается от кельтского или от славянского орнамента но начнем мы наверное с кельтского орнамента да действительно скандинавский орнамент и кельтский орнамент они чем-то похожи чем но в первую очередь наверное для меня по крайней мере вот этими всякими разными завитушками и по вере и у этих народов она была примерно одинаково в принципе для чего все эти завитушки использовались если утрированно говорить то это для отображения хитросплетений жизни насколько жизнь может быть витиевато насколько она вьется и пересекается с другими линиями других людей либо окружающего мира в общем то есть вот эти вот в основном вот все эти завитушки в основном вот этого дела и изображались по мнению определенных конечно историков основное отличие кельтского и скандинавского орнамента заключается в том то что кельты и любили изображать в первую очередь наверное людей причем люди и животные которых они изображали были более менее похожи на натуральных но если можно это так называть конечно же то есть были четко изображены лица были четко изображены там бороды если животные то были четко изображены морды и зубы и так далее там подобное чего у скандинава в принципе встречалось недостаточно часто это в первую очередь во вторых кельтский узор он у нас симметричен часто бывает он очень симметричен и допустим если на одной половине нарисовано нарисован какой-то узор то он будет скорее всего одинаков только зеркально с правой стороны или ну и то же самое сверху вниз у кельтов это бы у скандинавов это прошу прощения было не обязательно то есть там как раз таки пытались заполнить саму форму и форму пытались заполнить максимально то есть вот всякие эти завитушки и так далее там подобное они распространялись по всей длине они использовали какую-то конкретный какой-то конкретный сюжет какой-то конкретный момент в детали и наверное следующее отличие которое заключается в том что скандинавский орнамент орнамент он больше более скандинавский орнамент он более сказительный то есть вы практически никогда не встретите орнамент который был нарисован просто так в первую очередь эти орнаменты рисовались с целью изобразить ту или иную часть саги ту или иную часть какого-то сказания могло это все дело вполне спокойно подкрепляться надписями руническими надписями и т.д. и т.д. и т.п. у кельтов зачастую вот эти вот самые изображения они очень часто встречались в оформлении ну книг это в более поздний период либо просто-напросто определенные рисунки и так что же у нас касается различия или связи со славянским орнаментом в первую очередь надо упомянуть о том то что славянская скандинавская культура они были очень тесно связаны в том числе как и мифологии и народы которые проживали по соседству со славянскими племенами так или иначе воздействовали на славянские племена и соответственно воздействовали на различные формы культуры и изобразительного искусства так вот ранние формы славянского изобразительного искусства они были достаточно сильно похожи на скандинавские в том числе и что у нас в первую очередь славяне изображали это птицы и это растительный орнамент это в первую очередь что они изображали и надо сказать в чем различие между скандинавским и славянским орнаментом что славянский орнамент он более тонкий и это раз а во вторых у него большее количество прямых углов чего у скандинавов вы практически никогда не встретите в принципе это основные стили как я и говорил которые были связаны непосредственно с материально с материальной духовной культурой которая была распространена на территории тех стран надеюсь я ответил на ваш основной вопрос смог это сделать конечно обобщенно но если у вас возникнут какие-либо вопросы не забывайте оставлять ваши вопросы в комментариях под этим видео на этом у меня все огромное спасибо за внимание если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал и всем всего хорошего пока пока